Сеточка-ситечка, да? Сеточка-ситечка, но она рвется у наших, русских. А это вот уже третий год. Ну да, я понял. Это не оконная сеточка, сразу видно. Здесь все оварено. Здесь должно быть значение пластика. Здесь нет. На полипропилен похож немножко. Высокого давления. Да. А, тогда полиэтилен, наверное, ПВД. Высокого. То есть они выдерживают кислоту, они выдерживают щелочи. С ними ничего не бывает. То есть мы их моем кислотой щелочи с температурой до 55 г. Они в прессовании участвуют? Да. То есть они еще и давление держат? Они еще держат давление. Максимальное усилие, которое мы на них подаем, это 500 ньютон. На каждой форте. Это килограмм на какую площадь? Интересно. Это получается 1 килограмм на квадратный сантиметр, что ньютон-то у нас. В фарах мы даем максимум 9. Эти формы маленькие, мы не прессуем 9, а максимум 6. А большие формы вот у нас есть, стоят там 9 ньютон. Но не хватает. Не хватает. Здесь, когда мы его запрессовали, он на прессе может стоять до полчаса, до 48 часов. Вторую коррозу нашу. Чтобы уголок стал единым. Мы перемещаемся дальше. Я извините, не понимаю, как работает прессовальное оборудование. Все эти формы в ряд и с одного конца жмут. Это опять особенность. Мало того в России так используют. В России принято делать сверху вниз. Но есть особенность того, что как бы мы здесь не старались поддерживать чистоту, как бы мы ни мыли полы, ни проводили дезинфекцию воздуха, все равно бактерия присутствуют. Когда у нас головки выстроены, формы выстроены сверху вниз, то есть сверху более-менее чистые. Где-то подцепило, пошло вниз. Опять подцепило, и то есть вот эта цепная реакция по заражению происходит. Понятно. А здесь она течет, вот каждая течет и, пожалуй, стекляет уже поле. Это дополнительная, так скажем, что мы стараемся здесь стекляться. А вот эта первая сыроводка, которую я сам спроектировал. Маленькая, да? И мне сделали уже ребята. То есть вот на ней все это начиналось. Союз спроектировать. Две кастрюли. Домашнюка-то когда? Да. Да, да. Интересно. Школьники приходят, когда люди заставляют делать проекты, а сыр не выбирают, приезжают, не слушают. Ну и слушать неинтересно, а самое интересное, они вопрос учтут. Ну, а может тогда из Кооперативного института? Но вопрос опять же, не местных приглашать сюда на ПМЖ, они, наверное, не поедут. Сейчас я вам покажу... Нет, сначала мы пойдем поклать. О, красота какая! Здесь, пока это не запущено, используем как склад. Здесь лежат соль, здесь лежат коробки, а вообще это посолочное отделение. Посолочное. Посолочное. В этих баннах будет содержаться раствор соли с содержанием 20%. Содержание в соли 20% и с температурой 10-12 градусов, с постоянной циркуляцией, с постоянной фильтрацией. Пока нет объема, мы используем другие, более подручные, наши нежелеканские подклассы. Склад, склад, склад. Камера созревания, стеллажи. Вот здесь как раз происходит... Ну, давайте посолку закончим. Мечта любой мышки оказаться на этом складе. Вот это гауда, которую мы сварили 19-го года. Гауда? Да, вот этот этаж. Вот она здесь солится, согласно карте посола. И после этого он будет наноситься на нее уже ватры. Сильно соленая вода, да, получается? 20%? Да. Почему 20%? Потому что в такой концентрации не растет ничего. Ну, относительно ничего. В нашей жизни нельзя говорить ничего. Многое. Многое. Многое не растет. Бреви бактерии растут. Бреви бактерии это те бактерии, которые красит сыр. Мы сегодня с вами попробуем. Это сыр, из-за особо смелых, скажем, я его называю. Они красят сыр в желтый цвет. Вот они здесь солятся. После этого мы... Нет, нет, здесь вы его не увидите. Мы его достаем, они на этих полках обсыхают. После того, как они обсохли, мы начинаем покрывать латекс пищей. Вот, то есть, вот желтая головка, белая головка, это то же самое, просто уже покрытые. Для чего это? Для того, чтобы основная наша, наш убыток, наверное, у сыроваров, это, главное, влага. Пересушить. Она уходит. Уходит, да? То есть, головка уменьшается до 30%. То есть, 30%. За 6 месяцев, там, за год, там, вот 30% может быть. Поэтому мы с этим боремся с помощью латекса. Ну, и латекс еще, конечно, предотвращает рост плесени, активный рост плесени на самих головках. Как бы, опять-таки, мы не промышленный завод, если бы мы были промышленными, у нас, если появлялась в бутылке, для нас была бы катастрофа. Они с этим борются очень жестко, там, с используя, там, спец, так скажем, средства, в основном, антибиотики, пока лучше ничего не берем. А как покрытие латексом происходит? Гукой. А, губочкой. Промыки. Вот это гаода. Здесь вот черным цветом маленькие головки – это гаода козья. Большие головки черные – это чешейки. Скользую молоку у нас – это наша разработка. Минимальный сток созревания – один год. То есть, только через год его можно пробовать. Это все длительные сыры. Короткие сыры, так называемые короткие – это срок созревания минимум 30 дней. Это асиагов кофе. Можно подойти. Уже не слышно кофе, он уже впитался. Вообще, когда головку достаем из рассола, она у нас обсыхает. После этого мы берем молотый кофе, смешиваем его с оливковым маслом и наносим. В течение четырех недель оно стоит в этом в этой массе, так скажем, кофе вкус входит в корфу и получается вот так. Многие длители любят сыр, кофе. А это, пожалуйста. Ну, то есть, здесь латекс уже не нужен? Латекс мы покрываем. А, то есть, финалю все равно закрываем, потому что все-таки защитить. Понятно. После впитывания, да? Ну, в таком или в любом случае все упаковываем хоть. Вот. Что еще? Здесь вот интересный цвет, допустим, вот есть. Это мы не для себя варим. Мы... Здесь у нас в Кастане активный сыроват, который активно себя продает вам. Они обратились к нам для того, чтобы мы для них готовили именно твердый сыр. Сыр называется paper check. Чтобы сделать черный цвет, он специально вступает чернилокарапицы. Он на смесь специальных специй не будет получиться. Не для себя это имейте в виду для его ассортиментной линейки. Он как? Понятно. Мы его варим и перемещаем. Но это все эти сыровары схватило то, что ввели с Система Меркурия. Система Меркурия должна прослеживать процесс от производства лака до конечного потребителя. Гига, если бы. Другими словами. Но пока плавка идет. То есть тут много вариантов его развития. Вот эти два саложат его. Тут есть и трюфель. Точнее, он использует и фисташковый сыр есть, и винький сыр есть, лаванда есть. Тут очень много таких вещей, которые вроде бы как-то не сочетаются. Скажем, мои помощницы, которые помогают вылить сыр из сети детей. Когда мы боимся, трюфельный сыр готовим, они просто закрывают. Так пахнет хорошо. У них плохие ситуации. Рыжие и вот коричневые. Это наша разработка пожития, мы вам знаем, килограмм на два пожития. Ну, вот еще осталось. На следующей неделе покрывать уже можно очистить и покрывать патекс. Вот видите, с него течет оливковое масло плюс специальная смесь специй для того, чтобы придать желтый цвет вот эту головку в товар и в головке вот она носить свой товар и есть. Вы его попробуйте. Он с пожитиями. Это пожитиями? Знаете, что вы пожитиями? Можно.